Книжные покупки Я покупаю много книг Для того, чтобы снимать Книжные покупки А вовсе не по каким другим причинам По КТКТ Тоже хорошая причина Одобряю, Екатерина Я хотела сказать не потому, что у тебя какой-то гализм Никакого гализма у меня нет Не надо мне таких странных слов Ты разделила книги по категориям? Разделила А я ничего не делила У меня нет категории У меня просто есть книги У меня категории очень условные Я даже смотрю на первую стопку Которую я подготовила И понимаю, что здесь совершенно Книги из каких-то разных жанров Поэтому буду показывать Как они у меня лежат И я тогда начну Совершенно замечательного и прекрасного В смысле, это что было? Это как бы Как прекрасно Это был восторг и восхищение Или я не согласна Так, ребята Нельзя не соглашаться в том, что Джон Ирвинг Совершенно прекрасен А у меня в руках именно он и его роман «Покуда я тебя не обрету» Здесь у нас история человека, который никогда Актера Который никогда не знал своего отца И, собственно, на страницах этой книги Я так понимаю, он будет заниматься Этими самыми поисками И я уже неоднократно говорила о том Что Джон Ирвинг для меня тот самый автор Романы которого Наиболее приближены к нашей реальности К нашей жизни Что все те абсурдные ситуации Которые происходят на страницах его книг Они только кажутся такими Что вот, ну, в жизни такого просто не бывает Очередную какую-то чушь автор придумал Я всегда в таких случаях Когда вижу вот именно отзывы Или слышу о романах Ирвинга Что у него какие-то нелепые Странные события Которых не бывает в жизни И такого с людьми не происходит Я все время вспоминаю Дальнюю родственницу Простите, сейчас будет отвлеченная история Из жизни, как всегда Это крестная моей мамы И вот ее жизнь Это такая череда абсурдных событий Что еще ни в одной книге Я подобного не встречала Это не то, чтобы там сложные Жизненные Если бы я могла, я бы уже написала И это не то, чтобы вот какая-то прям сложная Тяжелая судьба, да, какая-то цепь Вот трагичных событий Хотя трагичных событий в ее жизни тоже Там вот просто целая гора Но нет, именно как-то жизнь с ней обходилась так Что она как в театре абсурда живет все время И вот буквально до смерти своего мужа Она и жила в театре абсурда Я когда вспоминаю ее жизнь Я думаю, что она просто обязана быть Представлена в переложении Джона Ирвинга Это идеальный автор, который мог бы о ней написать И я всегда, вот когда слышу Ой, ну там Джон Ирвинг что-то выдумал такое Такого не бывает У меня все время на лице вот такая вот какая-то Вот знаете, улыбочка появляется Потому что я сразу вспоминаю мамину крестную И очень, конечно же, надеюсь, что Совершенно отличное время я проведу с этим романом Я вот по этому поводу, что такого в жизни не бывает Вспомнила не чью-то жизнь А вспомнила последний сборник эссе Алексея Поляринова Я про него, мне кажется, даже рассказывала на канале И там одна из историй была о том, как он поехал в морг Он договорился со знакомым Ему нужно было посмотреть, как вообще морги работают Он тогда задумал очередной роман Которого мы никогда не увидим на этом свете То, что с ним случилось в морге То есть какой там был работник Какая там музыка играла Как он напевал оперу Как это все выглядело Он думал о том, что это настолько выглядит нелепо Настолько выглядит предсказуемо Если все перенести именно так, как есть На странице романа тебе скажут Ну ты выдумал Ну такого быть не может Ну ты закрутил Что ты высасываешь из пальца Такой действительности не бывает Что на самом деле наша действительность Иногда преподносит такие вещи О которых ты не задумываешься О том, что встретив их на страницах романа Они для тебя будут нелепыми И ты будешь думать Такого быть не может Да, роман это роман А жизнь это все-таки жизнь И когда это происходит вот с тобой И на твоих глазах То это уже не представляется тебе Нереальным, банальным, глупым Надуманным и высосанным из пальца В те моменты ты как раз-таки вот Начинаешь прочувствовать на себе Весь жизненный абсурд Следующий роман я тоже очень ждала И думаю, что здесь абсурдных ситуаций Будет не меньше, чем у Джона Ирвинга Это Матиас Энар Ежегодный пир погребального братства Главный герой этого романа Едет во французскую глубинку Чтобы описывать быт и традиции Жителей этой самой глубинки Я рассказывала, вы уже запомнили Мне кажется, в последние несколько месяцев Я чуть ли не в каждом видео Вспоминаю Матиаса Энара и его компас И я считаю, что это просто знак Что либо мне надо этот роман перечитать Либо всем вокруг Вокруг меня в данный конкретный момент Есть определенный человек Который я очень бы хотела Чтобы этот, вернись обратно, роман прочитал И в меня заставили это читать Нет, я не буду произносить это Нет, теперь нельзя брать этот роман В меня заставили это читать Ты не переживай, у меня память плохая Это не будет предсказуемым С огромнейшим удовольствием Буду читать новенький роман От Матиаса Энара Давайте я вам уже хоть что-нибудь покажу Мне кажется... Я, Кать, показала всего две книги Хорошо, извини Просто ты так много говоришь Мне кажется, ты уже миллион книг показала Новый сборник Я его ждала с предзаказа Причем не могу даже объяснить, почему Но, скорее всего, потому что мне обложка понравилась И название Новый Декамерон А я обожаю Декамерон Джованни Бокаччи И тут даже в аннотации написано сравнение Что каждой эпохе нужен портрет полной жизни этой эпохи И в аннотации есть даже сравнение Со сказками «Тысяча и одной ночи» Кентерберийскими рассказами И, конечно же, Декамероном Джованни Бокаччи Здесь у нас 29 новелл Из них мне знакомы только точно 4 автора Это Маргарет Эдвуд Это Дэвид Митчелл, естественно И Юнь Ли, и Колм Тойбин Причем из них и Юнь Ли, и Колма Тойбина я не читала Я знаю, что Света читала у него Бруклин И она мне сказала «Это не та книга, которая тебе нужна» Но я как бы и догадывалась Это как дерево растет в Бруклине Это то, что мне не нужно Но меня еще очень привлек этот сборник Именно обложка И как-то в одно время вышло Вот этот сборник русской антиутопии Время вышло, и вот этот Декамерон У меня время вышло отлично Прошло по чтению Очень надеюсь, что и это тоже пройдет отлично Время вышло отлично Прошло по чтению Да Мне нравятся такие фразы Дальше идем по моим книгам «Час ведьмы» Ребята, это уже было в рассылочке От издательства «Миф» И еще здесь, да, дальше тоже будут книги от «Мифа» Я обратила на эту книгу внимание Из-за аннотации Здесь у нас главная героиня Будет пытаться развестись Со своим мужем-тираном Но так как это 17 век Пуританское общество То дело дойдет до того Что ее обвинят в ведьмовстве И в принципе ей уже придется спасаться Не от своего мужа А от виселицы И я очень надеюсь, что это будет По напряжению и накалу Произведение что-то вот в стиле Маргарет Эдвард И давайте тогда сразу еще одну книжечку От «Мифа» вытащу Я, когда увидела обложку, название, прочитала аннотацию Вот перед глазами у меня буквально сразу встала Кать, что это за пасы? Это я не знаю Встала у меня перед глазами Показываю вам картины Картинка, как я в гамаке с наслаждением Читаю лето 1969 года Здесь у нас история о семье Которая каждый год собиралась у бабушки в домике И проводила свое время Но вот 1969 год стал поворотным Не таким, как все Полезли семейные тайны, скелеты И выяснение отношений А вы знаете, что я очень люблю книги О семейных отношениях И вторая часть «Чужестранки» Диана Гэбблдон «Стрекоза в янтаре» Пока у меня горячее желание Не утихает продолжать читать этот цикл Это, я могу сказать, хороший признак Обычно все те предыдущие попытки Заканчивались тем, что у меня напрочь отрезало После половины первой книги Ну, как вы знаете, прошло успешно В этот раз мое энное Даже, скажем, не второе, не третье А энное знакомство с Дианой Гэбблдон Я так понимаю По аннотациям Я же человек, вот человек-дурак Если цикл, то мне обязательно надо прочитать Все аннотации книг, которые в цикле есть Естественно, в аннотациях куча спойлеров И я так понимаю Что у нас среди главных героев Вот этого цикла Потом будут и дети И внуки И какие-то родственники И вот мне такой подход тоже не очень нравится Мне так и кажется, что автор Всеми вот этими родственниками Потомками Просто пытается растянуть историю свою максимально Так, давайте я вам покажу Четыре книжечки из Полиандрии Три из них вы видели во влоге из Москвы А вот одну я получила на днях Во-первых, это Юки Каматоя Сборник рассказов Брак с другими видами Я его начала читать, когда мы ехали Из Москвы в Ростов И на данный момент уже дочитала Мне понравилось Но ощущения у меня очень смешанные Это похоже на позднего Кобе Абе Который стал посильнее абсурдный Не такой, как был в начале своей литературной карьеры Немножко похоже на Харуки Мураками Начало нулевых И при этом здесь есть еще крупицы японской мифологии Дворец сновидений От албанского поэта и прозаика Действие у нас происходит во дворце сновидений Рассказывают нам про его работников Которые собирают сновидения Вообще все истории, где есть что-то связанное со снами Мне всегда очень интересно Комы Мадре Роки Лараки Язык сломаешь просто-напросто Здесь у нас уже Аргентина И с начала действия идет в начале 20 века Эксперименты с отрубленными головами А потом уже в начале 21 века И эти же самые эксперименты превратились в бездушные шоу Книга, которой не было, когда мы были в Москве И я ее заказывала в последний день, получается Вот как мы уезжали Это сон вон пьем миндаль Уж так ее хвалят Мне про нее столько говорили хорошего И я очень надеюсь, что мои ожидания не будут слишком уж возвышенными И мне действительно понравится этот роман Здесь у нас у главного героя нет эмпатии Он не знает, какие чувства он когда испытывает И когда Катя заказывала себе миндаль Я не могла не упасть ей на хвост Конечно же, как это так? Какой-то книжный заказ обойдется без того, чтобы я себе книгу купила Гавана год нуля Действие разворачивается на Кубе в начале 90-х Это перестройка, разруха И главная героиня пытается доказать, что телефон на самом деле изобрел кубинец И самое главное, что я хочу найти в этой книге И в аннотации это обещано Это, конечно же, кубинский колорит Ребята, еще одну картинку сейчас вам нарисую Представьте, мне 86 Я сижу Как позитивно Укрытая пледом В креслокачалке Пальцы артритные Еле держат книжечку На веранде собственного домика Рядом со мной чайничек горячего чая А в руках, да, вот в этих артритных, которые еле держат Вот такой Тамина Питера Кройд и биография Диккенса Она очень тяжелая Я думаю, что раньше, чем мне исполнится 86 Я эту книгу точно в руки не возьму Но уж слишком долго я на нее смотрела Слишком долго она у меня лежала в отложенном И меня почему-то совершенно не отпускает ощущение Что мне невероятно эта биография Диккенса должна понравиться Мне, кстати, вот я тут увидела на Форзетсе На заднем, получается, забыла, как правильно он называется Ну ладно, мне очень нравится смотреть фотографии рукописей Вот изначальных рукописей каких-либо произведений И здесь у нас получается «Холодного дома», главы «Холодного дома» Одна вот отпечатанная на машинке с корректурой Диккенса А вторая вообще рукописная Мне кажется, это прям, знаете, какое-то такое прям Немножко священное действие Посмотреть на рукопись писателя Как он сам, например, от руки или где-то там что-то набирал Но всё-таки атмосфернее, когда написано от руки Сейчас, мне кажется, это уже редкие случаи Тем ценнее вот такие вот фотографии Буду с удовольствием смотреть Пока только смотреть на этот томик Как 86, все запомнили? Вот 86, с вами встретимся И я обязательно поделюсь своими... Будет она на веранде читать и записывать в ложек Поделюсь своими впечатлениями от чтения этой биографии У меня неожиданно в руках ретеллинг Я устала уже слышать и видеть это слово Какой-то вал сейчас литературы С переосмыслением известных историй Но мимо этой я не могла пройти Во-первых, это Мариса Мэйр И её бессердечная Это история Королевы червей из Алисы в стране чудес И меня удивила, какая она толстенькая Мы перед этим видео со Светой обсуждали Что и у меня, и у неё какой-то кредит доверия к Марисе Мэйр При этом я не фанат вообще лунных хроник Но прочитала и прочитала Но мне в лунных хрониках у неё понравилась книга тоненькая Про королеву Луны Это была самая сильная история в этом цикле И мне кажется, что и про королеву червей Всё тоже должно быть не так просто Как королева червей превратилась вот в того самого самодура Которого мы встретили в первой истории об Алисе Ну, ребята, у меня две книги Марис и Мэйр Я не знаю, почему мы с Катей так разделили по копке Вообще она на моих полках стоит Ну, я прочитаю и подарю её тебе Ой, спасибо Это ещё и подарок будет Тоже не пойму, что за отношения у меня с Марисой Мэйр Мне нравятся лунные хроники У меня, причём они были когда-то во втором, наверное, уже издании Это второе издание, я их себе собирала Мне они очень нравятся Потом я пересобирала себе уже вот в этом издании Я не пойму, почему я грибу все её книги То есть, что выходит, я сразу покупаю Мгновенная карма Уже вышла, кстати, давненько Я чему-то мимо неё всё ходила и ходила Ну, мне очень нравится, кстати, имя главной героини Её зовут Пруденс А здесь у нас отступники И это уже фантастика Это не фэнтези, не ритейлинг, не сказка А что-то фантастическое Ни у одной, ни у другой книги я не читала аннотацию Я просто купила, потому что это Мариса Мэйер И мне вот интересно, насколько эти мои покупки вообще оправданы Я подозреваю, что оправданы они, ну, может быть, на 15%, не больше Это точно Я думаю, на половину света На половину, это ты слишком шикарно обо мне думаешь Так, давайте сейчас перейдём к красивым книгам Я всё-таки так смотрю Наверное, я лучше закончу потом нонфикшеном И своими самыми тяжёлыми книжищами Потому что тут прям будут такие А давайте я ещё одну книжку подростковую покажу Совершенно удивительным было для меня Когда я увидела, что, оказывается, у Филиппа Рива Издали новый роман на русском языке Атерли Дарк и Бездна Я очень люблю у него хищные города И я, кстати, из тех, кто доволен экранизацией И здесь совершенно новая для меня история Я, в принципе, как-то не следила за творчеством Рива Я вообще не знаю, что у него выходило, что и выходит Вот я как в хищные города уперлась и всё А, нет, я пыталась что-то у него другое читать Но мне не понравилось Здесь у нас главная героиня Живёт на дозорной башне И её отец был смотрителем А смотрители уже сотни лет на этих башнях Наблюдают за какими-то чудовищами Но так как сотни лет уже никаких чудовищ не было Все окончательно перестали верить в то Что они, в принципе, есть И, конечно же, события начнут просто стремительно разворачиваться Потому что нельзя забывать о чудовищах Мне очень нравится, как оформлена книга Действительно симпатично И внутри здесь даже есть такие вот Перед началом глав небольшие иллюстрации Что тоже очень так прикольно выглядит Прикольно, Свет Ну откуда эти слова в тебе? Ты так не разговариваешь? Зачем? С 90-х, Свет Давайте посмотрим теперь комиксы Всякую мангу И ещё одно красивое большое издание Великолепное Но самое красивое будет в финале Так что не переключайтесь Оставайтесь с нами Неожиданно я увидела этот комикс в новинках И не могла уже пройти мимо Потому что в иллюстраторах Выступила у нас Сара Андерсон Которая рисует время мазни И она мне ужасно нравится Вот среди всех этих стрипов Которые гуляют по интернету Сара Андерсон одна из моих фаворитов Комикс написал Сценарий комикса Написал Энди Вэйр Который автор Марсианина Я не читала Марсианина Ну как бы да Относительно знакомый для меня автор Чеширский перекрёсток Ну а что мне стесняться Не читала Марсианина Не собираюсь кино Не смотрела Я ещё одно оправдание Для себя теперь нашла Я купила эту книгу Потому что это Относительно знакомый для меня автор Я где-то что-то о нём слышала Ну почему бы не купить Чеширский перекрёсток Новые истории Дороти, Алисы и Вэнди Дороти, Алисы и Вэнди Идеальное сочетание героинь Так как я очень люблю Страну Оз Я совершенно обожаю Алису Вы все про это знаете Я скупаю с Алисой Всё что только мне нравится Не всё подряд Только то что нравится Например перевод Мина Лима На русский Я уже покупать не буду У меня есть оригинал И Вэнди Ах поняли А вот кто-то бы купил Я не очень люблю историю Про Питера Пэна Она для меня какая-то тревожная В ней очень много таких моментов Меня смущающих Посмотрим Как эти выросшие девочки Будут вместе Да Попадать в различные приключения Когда я полистала комикс Я его ещё не читала Меня больше всех умилила Вэнди Она очень похожа на Ким Пайн И Скотта Пилигрима А вот этот комикс Я купила исключительно Из-за аннотации Мне кажется Это невероятно Милая история должна быть Я её тоже ещё не читала Я как купила все книги Сложила их у Светы На подоконник И забыла про них Принц и швея Джен Ванг Это история дружбы швеи и принца И швея шьёт ему настолько Изумительные образы Что по ночам он превращается В икону стиля Кристаллию Посмотрим, что это такое Ну, выглядит очень и очень миленько Наконец-то я дождалась Шестой том госпожи Кагу И когда мы забирали этот заказ Мы потом сидели в кофейне Я листала, хихикала Её прям это раздражает Она открыла две страницы просто И хохочет И хохочет Да хоть мне-то просто Поясни, что ты хохочешь-то Нет Она так ни слова не сказала Я заставляю её прочитать Эту историю Это совершенно прекрасная манга Это потрясающая комедия положения Как я говорила И очень-очень милые персонажи Ты знаешь, что я не люблю Подобные истории Зачем мучить человека Просто признайся, что было смешно Любишь или нет Надо просто посмотреть Тебе всё понравится Мы были в Москве В магазинчике Баббл На этот комикс Это комикс Хоть это и позиционирует Как манга Я сейчас объясню, почему Я на него смотрела очень давно Мне ужасно нравится То, как он нарисован Этот Агар Я недавно только расстроилась Когда узнала Что вот сейчас выходит Только четвёртый том А с первого тома Прошло 10 лет То есть, если мне история понравится То я расстроюсь Мне придётся долго ждать Добро пожаловать в лист ожидания А что мне не нравится Это позиционируют как мангу При этом это пишут русские авторы А манга Это название японских комиксов И ни в одной другой стране Свою мангу Мангой не называют Да, у нас есть мангой в Корее И её пишут уже по-другому В классическом стиле Вот так У нас есть мангой в Китае Которую тоже мы читаем Вот как обычно Нет, это манга Всё, что делают в каждой своей стране Это называется каким-то определённым образом То есть, это комиксы В Японии манга Графические романы БД-романы во Франции и Бельгии Немножечко вот эта придирка к названию А в целом я полистала Мне внутри всё нравится Надеюсь, понравится содержание И вот издательство Миф У меня одна книга Она совершенно прекрасна Это огромное, великолепное издание Джентльмена-грабителя Арсена Люпена Мориса Леблана С иллюстрациями Но Света меня немножко застыдила Когда я ей сказала Что я про Люпена Ничего никогда не читала Она сказала Ну как же так можно? Ну вот так можно Я не помню, чтобы я прям стыдила Тоже память плохая Свет, надо исправляться Но здесь все такие собрались Так, ребята 16-й том Стального алхимика Ура! Практически уже к финальной точке Мы подошли В магазине Бабл Я тоже себе взяла Два Две манги И то и другое Позиционируется как манга Во-первых, Ликорис Новинка Покорил меня Своей обложкой Здесь у нас история О колдуне Который постоянно Ищет человеческую плоть Для своего Маленького демона И мне кажется Что это должно быть Очень интересно Во всяком случае Это очень красиво Мне нравится Как авторы Постарались Поиграли с цветом Здесь кроме того Что у нас черно-белое Изображение Есть еще цветные вставки Цветные вставки Это демон Ты уже узнала Да Ты уже засунула Свой нос туда И еще одна история Которая вроде как Самостоятельная Но Я подозреваю Что это не совсем так И продолжение Нас все-таки будет ждать Это Избранница Луны Просто Невероятно прекрасно Мне нравится Как нарисовано Совершенно прекрасные Потрясающие Великолепные Иллюстрации И здесь у нас в конце Как всегда За что я невероятно благодарна Я очень люблю Когда так делают Есть еще несколько Цветных иллюстраций С героями Просто Ну не знаю Я прям впечатлилась Тем как это нарисовано Цвета и у меня есть И Избранница Луны Насколько я пока понимаю Тоже с какими-то Славянскими Магическими Мистическими мотивами Так ребята Стивен Кинг И Оуэн Кинг Графический роман Том Первый Спящие красавицы А информацию о том Что это только первый том Я увидела только сейчас Я почему-то надеялась Что они в этот том Вместили Ну да Я сейчас и понимаю Что как-то слишком тонковато Я надеялась Что здесь вся история Я не вижу смысла По спящим красавицам Делать что-то многотомное В принципе Сама история Там не слишком обширная Это как всегда У Кинга Объем идет За счет каких-то Вот дополнительных Да Сюжетных веток А в принципе Историю можно было И в этом Все Я начала возмущаться Можно было И в один том вместить Ну я вот такая Внимательная Ну не знаю Я не очень Мне нравится стрелок В графическом исполнении Зачем купила Ну надо было По скидкам взяла Цена хорошая Привлекательная Ну как можно было Пройти мимо Рублей 400 она стоила Поэтому и взяла Все хорошо Ну и роман Мне нравятся Спящие красавицы Ну я расстроилась Ну все Свет Голова садовая И очень красивая Книга Среди моря Называется Я обратила на нее Внимание Из-за одного имени Из-за автора Итала Кальвина Здесь написано Что у иллюстратора Этой истории Была дипломная работа Именно с иллюстрациями Катала Кальвина Я у Кальвина читала Не столь много Я бы очень хотела Познакомиться более Так плотно С его творчеством Это надо смотреть Здесь немного текста Вот это как всегда Буквально Пара слов Пара предложений На всю книгу Но визуальная Составляющая Совершенно Прекрасно Изумительно Мне очень нравится И конечно же Мое внимание В первую очередь Привлекают Несколько карт Которые есть В этой книге Ну а чтение Здесь вы сами понимаете Ровно на три минуты Книга Которая очень Меня зацепила Своим названием Это императрица Соли и жребия Но ребята Когда я ее получила Ну вы понимаете Что со мной было Да 157 страниц Да Очень глупо Расстраиваться Тому Что в книге Всего 157 страниц Очень глупо Считать Что чем книга Объемнее Тем она лучше Но я люблю Объемные истории А вдруг Вот меня Эта история Поразит Катя 86 лет И мы встретимся С биографией Диккенса Вдруг Меня эта история Настолько зацепит Настолько паразит Я ей проникнусь А мне всего 157 страниц Моя читательская душа Она будет Очень и очень грустить Кстати Это первая книга цикла И мне интересно Насколько Объемны последующие И сколько их Самое главное Я не смотрела информацию Как вы понимаете Роберт Маккамон Мистер Морг Третий томик Цикла О Мэтью Корбете И вот сейчас Ребята Я почему-то Хотела назвать его Мэтью Шардлейком Запомнила Браво Горбун Лорда Кромвеля Аплодисменты мне Я продолжаю Кстати читать Горбуна Лорда Кромвеля Мне очень нравится И я чувствую Что ровно После того Как я закончу С Кромвелем С Горбуном вернее С Мэтью Шардлейком Я вернусь К этому циклу Маккамона Я очень Прям Довольна тем Что я взялась Читать Сенсом Он у меня Долго лежал Вот в стопочках Моих непрочитанных книг Долго вокруг него Ходила И думала Ну что-то Ну да Много хорошего Говорят Ну и пусть говорят Пусть говорят Наконец-то Стивен Кинг Жребий Салема Стивен Кинг Книжная полка Вы знаете Собираю эту серию Единственное что Мне нравится Из изданий Стивена Кинга Здесь вообще Совершенно другая Ух ты Какая плотная Белая плотная Батюшки Чего себе Жребий Салема Не самый любимый Мой роман Стивена Кинга Но на полочках Он должен быть Вообще хотелось бы Конечно Чтоб в этой серии Издали все Творчество Стивена Кинга Но Изначально Ее позиционировали Что там будут Только избранные Романы Ну и тут Пояснять совершенно Ничего не надо Толкин и Великая война На пороге Средиземья Джона Гарта Джон Гарт Занимается Исследованиями Жизни Толкина У него выходила Уже на русском языке Книга Очень красиво И даже мне кажется Что не одна Но сейчас точно Не вспомню Все что связано С Толкиным Со Средиземьем Обязательно должно Попасть в мою библиотеку Переходим К нонфикшену Ну в моем случае Переходим Что там у Светы Я вообще не знаю У нее нет никаких Вот этих категорий Человек не подготовился Интимное средневековье Истории о страсти Целомудрии Поясах верности И приворотных снадобьях Эта серия мифы Я буквально там На днях Когда я вам В воскресенье Вам в завтраке Рассказывала Про корейские мифы Вот эта серия Для меня Она немножко неоднородна Потому что Какие-то книги мне нравятся А какие-то Ну пойдет Прочитала и забыла Что меня удивило В этом издании Обычно вот В этой серии мифы Вот как оформлена обложка В этой же цветовой гамме Все иллюстрации А здесь они цветные Что это В честь средневековья что ли Я не знаю Цвета добавили Да Но мне так понравились Корейские мифы Что у меня теперь снова Вот какая-то волна Что должно нравиться Все из этой серии Я уже в предзаказ Себе кинула Японские мифы Очень их жду Здесь у нас 320 страниц И очень смешное оглавление Не буду его читать Потому что это 18 плюс Почитайте сами Гендерные исследования Это то что я на свою видимо Пенсию собираю Не читаю Сметая запреты Очерки русской сексуальной культуры С 11 по 20 века Это коллективная монография Я думаю не каждая статья Будет прям очень интересно написана Но тема Как вы понимаете Интересная Эта книга у меня Очень долго лежала В отложенном А она в этой серии Выходила одной из первых И еще две книги Тоже издательство НЛО И они у меня тоже Очень долго лежали В отложенном Но случилась скидка Жан Старабинский Чернила меланхолия Это у нас Швейцарский филолог И историк Который рассматривает Меланхолию В европейской культуре В целом Мне про эту книгу Недавно очень хорошо Рассказывали Я Вообще у НЛО все Весь нонфикшен Он очень хороший Иногда он бывает скучным Но здесь уже зависит от автора Иногда он бывает таким Что твоих знаний Ты сам понимаешь Для этого нонфикшена Не хватает И ты просто проходишь мимо И как Света сказала Ну это Кате Видимо в какой-то отпуск Новому человеку Новая смерть Похоронная культура Раннего СССР Что меня порадовало В этом издании Есть фотографии Подобная тема В принципе Особо никогда не рассматривалась Что когда случился 1917 год В нашей жизни Многое изменилось В том числе И похоронная культура И как здесь вот написано Да Какие-то деревенские Вот эти вот традиции Они остались Но при этом Преобразовались В нечто новое У меня осталась Последняя стопочка С книгами Во-первых История Конечно же история Ребята Мы смотрели Третий сезон Любовь смерти роботы И одна из серий Была основана На рассказе Брюса Стерлинга Рой Она мне очень понравилась И серия была Достаточно философская Немножко запутанная Ну это же Брюс Стерлинг По-другому быть не может И этот рассказ Входит в цикл Схизматрица Я поняла Что мне надо Мне надо Срочно познакомиться Полноценно С этим циклом Здесь у нас История человечества И человечество Разделилось На две фракции Одни считают Что нужна Генная модификация Чтобы дальше двигаться Другие считают Что технологии И все это Конечно же Завязывается В огромную заварушку В неразбериху И наш главный герой Буквально оказывается Между двух огней Если говорить О творчестве автора То я читала Только Машину различий Которая была написана В соавторстве С Уильямом Гибсоном Вот у Гибсона Я читала побольше А здесь Это совершенно Можно сказать Наверное Новый для меня автор Еще один Джо Хилл На моей полочке Ну уж очень мне нравится Вот это его переиздание Эта серия Не могу себе Отказать в удовольствии Хотя тоже У Джо Хилла Я все читала Раньше этот сборник Рассказов Выходил под названием Призраки 20 века По-моему Теперь это Черный телефон У нас Кстати Экранизация Черного телефона А я не помню Вышла она Или только будет Вот так чудесно Я слежу За творчеством Джо Хилла Но Джо Хилл Мне нравится Вы тоже знаете Что рассказы Мне нравятся У него больше Чем его романы Дальше ребята Уильям Моррис Человек-оркестр И поэт Человек-возрождение И знаете Что мне понравилось Я вот Еще не читала Саму книгу Я прочитала Только вступительную статью И здесь нам Автор совершенно чудесно Представляет Уильяма Морриса Простите меня Но я вам все равно Зачитаю Хотите вы этого Или нет Но послушайте Когда мы встречаем Удивительный узор С цветами и птицами Словно пришедших Из средних веков Но технически Выверенный для станка Воспроизводимый В наши дни На сотнях вещей То это почти всегда Уильям Моррис Возродивший в Англии Ткачество как искусство Когда мы заходим В модную кофейню Или офис И видим голую Кирпичную стену В безыскусности Которой высшее искусство Этого места Перед нами тоже Наследие Уильяма Морриса Он первым Не оштукатурил Свой красный дом В Лондоне В 1860 году И созданная им мода Существует уже больше Полутора столетий Вот уж чего я не знала Про Уильяма Морриса Что это именно он придумал Такую замечательную вещь Как не оштукатуренные стены Мне очень нравятся В домах Не оштукатуренные стены В кофейнях Мне всегда кажется Что это выглядит Совершенно замечательно И изумительно А книга-то Про книгу Расскажи нам А что вам рассказать Про книгу Уильям Моррис Как всегда Все Витя Ивата Фэнтези Ну не фэнтези Предтеча Фэнтези Предшественник Толкина И Толкин во многом Ориентировался В своем творчестве Именно на Уильяма Морриса Стивен Эриксон Врата мертвого дома Вторая книга Малозаннской книги Павших Душа моя прям радуется Что уже вторая Наконец-то Наконец-то я двинулась В собрании В собрании В собрании этого цикла Дальше, чем первая книга У меня три первых книги Малозаннской книги Павших Вот сколько раз я сказала Слово книга Вот какая молодец И ребята Наконец-то третий томик Сын солдата Магия отступника Цикл Сын солдата Книга называется Магия отступника Очень быстро Азбука действительно Переиздала Этот цикл Робин Хобб И мне он очень нравится Я прям советую его От всей души Хотя мне кажется Он гораздо более Безрадостный Наверное Чем тот же самый Королевский Убийца Я оставила Самое большое Самое красивое И напоследок И все-таки Я считаю Что это мне От меня Подарок На день рождения Это вы тоже уже видели Из московского влога Я покупала ее После выставки Брат Иван Она называется правильно Наталья Семенова Я про нее рассказывала В последнем видео Об искусстве Она написала Совершенно прекрасную Биографию Щукина И Морозовых И вот это издание Приуроченное к выставке Это первое Полное Собрание Всей коллекции Морозовых Это совершенно прекрасно Да На выставке Не вся коллекция Представлена Но опять-таки Еще и потому Что кое-что Как минимум Я помню Про две картины Которые купили Вернее продали После национализации Коллекции А книга Совершенно прекрасного Качества Иллюстрации на высоте Фотографии на высоте Я довольна Невероятно И боже мой Она просто прекрасна Тканевая блестящая Обложка Я на нее смотрела Давным-давно Знаете, что Напоминает мне Эта обложка? Что? Шарфик Гэндальфа В Хоббите С люрексом Серебряный Блестит и переливается Сборник 150-летию художника И вот эта книга Была одной из первых В нашем наборе Отложенных книг Издание Совершенно прекрасное Причем Меня что удивляет У меня Бакста В других изданиях нет У меня только вот такие Вот настолько Я люблю его Хотя Больше всего Мне у него нравятся Эскизы костюмов Вот я когда на них смотрю Они совершенно прекрасны Сколько раз посчитаете Сказала Катя Слово Прекрасное Потому что Прекрасное Наивысшее Просто похвала В этом видео Это слово Прекрасное Ну и на этой прекрасной ноте Мы заканчиваем Свои книжные покупки Ребята Обязательно делитесь Что вас заинтересовало Что вы уже Из этих книг читали Что себе покупали В последнее время Мы на этом Наконец-то Будем заканчивать Всем спасибо за внимание Всем пока Котики Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok